Авиационный эксперт, аналитик присоединяется к нашему эфиру, Константин Криволап. Здравствуйте. Здравствуйте, Константин. Рады вас видеть. Приветствую, рады вас видеть. У вас сегодня какая-то авиационная вечеринка, я так понимаю. А есть повод на самом деле? Слушайте, какие поводы такие вечеринки? Мы только за. Я вам скажу честно, я бы еще за ракетную вечеринку, еще катерную и подводно-лодочную. Вот правда, тогда счастья не было предела. А потом еще ядерным зонтиком это все накрыть и просто можем встречаться даже с вами оффлайн. Константин, скажите, пожалуйста, вот эти самолеты, о которых был материал, штурмовик А-10 и американский, и французский, и мираж 2000D, насколько реально, чтобы мы их получили, насколько они нам необходимы? И вот как они в связке с F-16 работают, которые мы все-таки ждем? Вот поясните, пожалуйста, эти детали. Ну, смотрите, бородавочник это такая машина, которая была... Ее только успели сделать, как тут же захотели списать. В 1984 году ее уже собирались ликвидировать и списывать как класс. Но она вложила в себя такие совокупности, громадную совокупность технологических идей, там сотовые конструкции, которые позволяют защищать надежно и крыло, и двигатель, там большие двигатели. Каким образом? Они могут быть разрушены, но при этом фактическая прочность не теряется. Там защищены топливные баки, защищены там очень много систем дублирования. То есть он для своего времени был революционным самолетом. И американцы собирались его списать, но потом, когда оказалось, что он очень полезный для хозяйства, когда ведешь военные действия, там и Сирия, и Ирак, там его использовали, и даже Югославия, то оказалось, что он очень полезный. И его решили оставить. Потом было заявление о том, что к 2022 году мы их там прекратим эксплуатацию. А сейчас, по факту, их эксплуатация продолжена до 40-го года. То есть, когда он будет выходить на пенсию, этому дедушке будет 80 лет. Поэтому, когда говорят о том, что это старый, дряхлый самолет без ресурса, это некоторое такое неуважение к старости. Он старый, но очень способный на все. Теперь, то, что касается «Миража» 2000 на воде, ну, я абсолютно согласен с вашим экспертом Романенко, по-моему, да, который сказал, что вот если он будет носить ракеты в «Стормшедов», то от него будет какая-то польза. Но если сравнить, сколько это будет стоить удовольствие, то есть, обучение летчиков, освоение этой техники, все аэродромное обслуживание, технарии, вся радиотехника, ну, на один самолет надо, как минимум, там, 10-12 еще специалистов. То есть, я не думаю, что это будет, ну, каким-то разумным, солесообразным решением. Надо находить другие решения. Ну, даже «Гриппен» в этой ситуации был бы значительно лучше. То, что касается поддержки «Стандерболта» на поле боя со стороны «Ф-16», это, ну, как бы стандартные операции, стандартные комбинации. Действительно, штурмовая авиация всегда поддерживается истребительной авиацией сверху. И от ракет, и от других истребителей, и всего остального. А незначительно, сравнительно низкая скорость «Стандерболта», наоборот, является его преимуществом. Она позволяет летчику лучше, как бы, осуществлять все операции прицеливания, выведения на цель, поражения цели. Су-25 летает быстрее. И те, которые имели возможность, как бы, сравнивать эти два удовольствия, говорят, что на «Тандерболте» это просто шикарно. Он такой, он очень приемистый, потому что два двигателя с высокой степенью двухконторности позволяют ему быть достаточно приемистым самолетом. То есть разгоняться, уходить, маневрировать и так далее. Я его обожаю, так же, как и F-16. F-16, конечно, это еще круче. Но о том, что нам необходим «Тандерболт», если там посмотрите мои эфиры, то я еще там больше года назад уже об этом говорил. Но проблема заключается здесь в другом. До сих пор Америка, США не экспортировали ни одного «Тандерболта». Ни одного, ни в одну страну. И если бы сейчас или раньше его бы экспортировали в какую-нибудь из стран Африки, то там бы, наверное, были бы совсем другие сейчас политические режимы. То есть это очень серьезная машина для вот таких вот штурмовых действий. Простая, дешевая в эксплуатации, прекрасный самолет. Он бы нам очень пригодился. Мы часто говорили в наших эфирах о том, что нам нужны F-16. И основная проблема – это обучение пилотов, летчиков. А вот что касаемо А-10, насколько быстро пилоты смогут сесть за штурвалы? И обучение будет меньше, больше? То есть какая здесь ситуация? Ну, А-10 проще в эксплуатации для наших пилотов, которые больше привыкли к такой технике, к такому составу оборудования кабины и вообще к этим маневрам. Именно вот в таком составе оборудования. F-16, он принципиально другой по восприятию. Поэтому и обучение на него. И там не столько даже вопросов в пилотаже, сколько вопросов в специальных функциях. То есть F-16 – это машина, которая уже в современные F-16, он как бы летит практически на автопилоте. И основная задача пилота, там все сделано так, чтобы пилот занимался больше поражением цели, обнаружением цели и их поражением, чем непосредственно там пилотированием, когда он идет в каком-то обычном режиме. Ну и сам непосредственно джойстик – это то, что было впервые применено, если я не ошибаюсь, может быть, что-то там введу в заблуждение. Но, насколько я помню, джойстик был первый использован на F-16, и это немножко другая психодинамика поведения пилота внутри кабины самолета. Ну, давайте, Константин, с вами поговорим, если вы не против, о том, что произошло вечером позавчера, сбитый самолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения. В Российской Федерации просто сутки молчали, ничего не могли прокомментировать, и до сих пор нет какой-то внятной версии. То, значит, рассказывали, что это Патриот уничтожил, то, значит, слухи раскидывают, что уже у Украины есть F-16, то говорят, что это наше ПВО, то есть их ПВО само себя сбило, якобы мы сами дураки, здесь вообще Украина ни при чем. А что вы думаете об этом? Ситуация очень интересная. Я до сих пор не могу понять, что мне было бы приятнее, если бы выяснилось окончательно, что наши ребята сбили, или что это мускалыки сами себя там уничтожили. Я не знаю, что приятнее. Главное, что есть результат. Я даже слышал другую версию, я к вашей версии добавлю еще такую версию, что наша система РЭП смогла создать такую картину и подавить систему распознавания свой-чужой таким чудесным образом, что на АС-50 операторы как бы ослепли, а те, которые находились на зенитно-ракетных комплексах, операторы, они не восприняли этот громадный, здоровенный, с большим радиационным отражением самолет, подумали, что это какой-то украинский истрепитель МиГ-29, который раз в 5-7 меньше этого самолета, по именно отражательной способности. И они по нему пустили ракету. Но здесь заключается, я думаю, весь смысл в том, что я сейчас даже не буду останавливаться, каким методом его поразили, хотя это как бы отдельная тема. Главное то, что поражение такого самолета это сумасшедший эмоционально-психологический удар по престижу, по имиджу, ну, грубо говоря, это плевок в лицо всему этому ПВО России. Потому что потерять такой самолет это то же самое, что сапожник без сапог. То есть, если он не смог обнаружить угрозу для себя, не смог, и его тот, кто должен был охранять, а там рядом летал Су-30-й истребитель, который должен был его охранять и защищать, и это все не сработало, то как сейчас на пассажирских самолетах в России летают самоубийцы, так и пилотам надо российским задуматься, не являются ли они самоубийцами, когда они садятся за штурвал. Потому что если их главный самолет, который контролирует, видит все пространство, где сидят операторы и готовит информацию для принятия принципиальных решений, куда лететь, что атаковать и так далее, не могут себя сами защитить. Ну, это как бы очень большой звоночек. А я даже не могу представить себе ужас этих операторов, когда они поняли, что это ракеты, что ракеты идут по ним, они ничего не могут сделать. Это такие, ну, наверное, крики, которые там услышали в эфире, они как раз были-то и обоснованы. Константин, позвольте, последний, если можно, коротко ваш ответ. Хочу все-таки спросить, А-50 сейчас не будут задействованы в ближайшее время в этих регионах? Как вы думаете? Теперь. Не, я думаю, они будут задействованы, потому что А-50 несет, А-50, А-50У, это единственные остались 8 самолетов в России, которые, грубо говоря, контролируют всю границу. А им очень интересно все, что происходит в Арктике. Они же там занимают очень активную, агрессивную позицию. Их страшно должно интересовать все, что происходит в Балтике, потому что в Балтике ходят какие-то новые корабли натовские. Там что-то в Финляндии, Дании, Швеции, они там, и Норвегии, они там к чему-то готовятся. Нет, нет, я про украинский фронт, Константин. Я про украинский фронт. То есть в этом регионе. Ну, то есть я к тому же хочу сказать, что на украинском фронте их сюда, конечно, какой-нибудь перетянут, потому что здесь самые горячие события. Но для них это все будет достаточное напряжение и удар нанесен очень серьезно. Ну, понятно. И в любом случае, я думаю, что экипаж уже будет немножко психологически по-другому относиться к тому, где он находится и какая судьба его может ожидать. Спасибо. Константин Криволап, авиационный эксперт и аналитик, был в эфире телеканала Freedom. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...